Президент России Владимир Путин в апреле этого года подписал указ о создании фонда поддержки ветеранов боевых действий и семей погибших бойцов. Фонд получил название «Защитники Отечества» и с начала лета работает по всей стране. О новом направлении работы в способах решения поставленных задач мы попросили рассказать руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Карачаеве-Черкесии Марата Базалиева. Марат Мухтарович, здравствуйте! Фонд «Защитники Отечества» в Карачаеве-Черкесии был создан не так давно. Я хотела бы вас попросить, давайте напомним нашим зрителям, каковы его основные функции и задачи. Это помощь целевая каждому человеку и каждому члену семьи погибшего и ветерану боевых действий. Мы не являемся организацией, аккумулирующей какие-то материальные ценности и распределяющей их или денежные средства. Мы помогаем конкретно человеку и семье в решении каких-то жизненных трудных ситуаций. Мы ведем работу в тесной связке с Министерством здравоохранения, с Министерством труда и социальной защиты, с Министерством образования. Нам оказывают помощь. Также межведомственная комиссия, созданная по указанию Раши Порисповича Тимрезова, которые непосредственно занимаются помощью семьям ветеранов, семьям погибших и ветеранам боевых действий. Мы посылаем детей, сирот и ветеранов в оздоровительные лагеря, занимаемся оказанием помощи при направлении их на санаторно-курортное лечение. Также оказываем помощь при получении различных документов, приобретении технических средств, реабилитации. То есть инвалидные коляски и различные средства для передвижения и для реабилитации после ранения или других медицинских показаний. Также оказываем психологическую помощь. Марат Мухтарович, мы знаем, что ветераны боевых действий, члены семьи погибших воинов, они получают всяческую поддержку со стороны органов власти. Им помогают различные министерства, как Вы и говорили. Тем не менее, на Ваш взгляд, как Вы считаете, фонд защитники Отечества в этой ситуации оказался востребованным? С какими проблемами просьбы к Вам чаще всего обращаются? Мы можем какую-то статистику привести? Это абсолютно новая структура. Такого фонда с такими задачами не было ни после Отечественной войны, ни после других локальных войн, ни после Афганской войны. Это такая уникальная структура, образованная первый раз. И обращаются к нам с самыми различными вопросами. Вот с 1 июня по сегодняшний день у нас уже более 170 обращений. Очень мало одинаковых. Есть обращения у нас по медицинской линии бабушке ветерана. Нужна помощь, она недвижима, ей нужна коляска. Вопрос решается через Министерство здравоохранения, социальной защиты, решается быстро. Женщине, матери, ветерана нужна помощь в передвижении на операцию в другой город. Совместно с Минздравом, медициной, катастрофой обеспечивается перевозка ее в другой город. Для производства операции назначенной ей, с ней вместе ее сопровождает квалифицированный врач. И туда, и обратно после операции. Это медицинского характера. Есть обращения по высококачественному протезированию. На нашей территории республики, в принципе, нет таких организаций, которые изготавливают высокомодифицированные протезы. Но они есть на территории нашего государства. Мы обращаемся в Минздрав. Минздрав, в свою очередь, обращается вверх. По иерархии нашим ампутантам, ребятам готовят высококачественные протезы. И они проходят там же реабилитацию, обучаются и привыкают к этому. Также по медицинской социальной экспертизе. Люди обращаются, чтобы на основе заключений, полученных в госпитале, или по каким-то обстоятельствам не получившим, МСЭК, сотрудники медицинской социальной экспертизы, их консультируют у нас здесь, в помещении. Они приходят и принимают здесь людей, которые к нам обращаются, и оказывают вам помощь в правильном направлении для получения различных документов, для получения инвалидности. Марат Мухтарович, Ваш фонд, вернее, решает большой круг вопросов, конечно. Но скажите, ведь наверняка существуют какие-то вопросы, которые Вы не в состоянии решить, даже если Вы это очень хотите. И нужно сделать так, чтобы люди это поняли и ушли отсюда, не обидевшись. Поэтому, как говорится, кадры решают всё. Как проходил подбор сотрудников? Это был целенаправленно? И Вы их когда искали по каким-то принципам? Как подбирали? Подбор кадров проходил таким своеобразным образом. Нам в мае месяце было собрано 25 человек. Требования были к кандидатам, чтобы они были людьми, ранее работавшие в сфере социального обслуживания. Это, как правило, Министерство труда и социального обслуживания из различных учреждений. Их было набрано 25 человек. Они все, 25 человек, прошли обучение в Пятигорске на базе Института народного хозяйства и госуправления факультет Московского университета. Все прошли недельное обучение и подготовку, где обрели навыки по обращению с людьми такого контингента, как наши подопечные, то есть семьи погибших и ветераны боевых действий. Их 25 человек. Назвали их координаторами социальными. Они находятся во всех районах нашей республики. Марат Махтарович, в фонде «Защитники Отечества» в нашем Карачаево-Черкесии работают также ветераны боевых действий, участники СВО. Чем это обусловлено? Ну, это одно из требований. Во-первых, при образовании фонда, центрального нашего офиса, чтобы мы брали на работу людей, которые являются ветеранами боевых действий и членов семей погибших в период проведения СВО. У нас есть такие люди, и координаторы есть, и в центральном офисе, в статусе моих замов есть. Один из них вернулся два месяца назад и является одним из наших ведущих специалистов. Другой молодой человек, 20 лет, инвалид второй группы, орден вносит, награжденный орденом мужества, серебряным крестом, тоже работает у нас. Марат Мухтарович, не могу не спросить, а как построен сам механизм работы в фонде защитники Отечества? Человек пришел с заявлением, написал, и что дальше? Ослеживаете вы конечный результат, чем все закончилось, или просто принимаете заявление? Человек озвучивает проблему, мы рассматриваем эту проблему и стараемся ему помочь. Конечный результат – это наша цель. Если человек пришел, и мы не видим конечного результата, там, ну, по-разному бывает. Кому-то можно помочь за пять секунд одним звонком. Например, женщине отключили свет за неуплату, за долги. Мы созвонились с компанией. Они идут навстречу, мы объяснили, не надо ни бумаг, ничего. Мы объяснили, что она является матерью ветерана боевых действий. Они без вопросов в течение 30 минут ей подключили свет. Ну, говорит, единственное, долг все равно нужно гасить. Мы поговорили с ней, ушли. Это заняло у нас 15 минут. Марат Мухтарович, огромное вам спасибо. Вы делаете очень нужную и полезную работу. Вам удачи, всего самого доброго. Вам тоже спасибо. Мы делаем эту работу совместно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!